В этом видеоролике мы покажем вам, как произвести замену пневморесоры Беллштайн B3 на заднем мосту автомобиля Mercedes-Benz GLA-класса модели В166. Соблюдайте указания, представленные в ролике. Пневморесоры необходимо заменять попарно. Учитывайте спецификации производителя, касающиеся замены винтов и самостопорящихся гаек, а также предписанного момента затяжки. При замене пневморесор необходимо использовать инструменты и оборудование, предусмотренные производителем автомобиля. Перед установкой проверьте, правильно ли выбрана новая пневморесора. Извлеките пневморесору из упаковки и убедитесь, что она не деформирована и не повреждена. Проверьте комплектность. Ознакомьтесь с предоставленной инструкцией по установке. Перед демонтажом пневморесора измерьте и запишите высоту автомобиля от центра ступицы колеса до нижней кромки крыла. Внимание! Это возможно только в том случае, если пневморесора не повреждена. Поднимите автомобиль, используя опорные точки подъемной платформы, указанные производителем. Тщательно проверьте все компоненты ходовой части на отсутствие повреждений. Снимите колеса. Подсоедините диагностическое устройство и установите соединение. Полностью стравите воздух из пневморесоры с помощью диагностического устройства. Выключите зажигание. При работе с пневморесорой обязательно вынуть ключ зажигания из замка. При работе с магистралью подачи сжатого воздуха обязательно используйте необходимые средства защиты. Очистите место соединения напорной линии над пневморесорой. Осторожно ослабьте крепление напорной линии. Вы должны услышать звук выходящего воздуха. И подождите, пока остаточное давление не будет сброшено полностью. Затем отсоедините напорную линию полностью и закройте ее. Убедитесь в том, что вы не сгибаете, не перекручиваете и не сжимаете напорную линию. При помощи подходящего инструмента надавите на клипсу фиксатор, удерживающий пневморесору, со стороны днища автомобиля. Слегка сожмите пневморесору по длине и снимите ее сбоку с рычага подвески. Теперь пневморесору можно извлечь. Установка новой пневморесоры выполняется аналогично демонтажу, но в обратной последовательности. Установите новую клипсу фиксатор, удерживающую пневморесору, на днище автомобиля. Снимите защитную наклейку непосредственно перед установкой. Во время установки следите за тем, чтобы не деформировать пневморесору. Установите новую пневморесору выступом в центрирующий паз нижнего рычага подвески и проверьте правильность ее посадки. Зафиксировать пневморесору в клипсе-фиксаторе. Она должна войти со щелчком. Открутите штуцер соединения напорной линии пневморесоры и осторожно извлеките его. Демонтируйте вставленную по центру заглушку-держатель врезного кольца. Замените штуцер и врезное кольцо напорной линии автомобиля. Проверьте правильность положения врезного кольца. Установите напорную линию на пневморесору. Во время установки соблюдайте указания производителя автомобиля касательно момента затяжки. Убедитесь в том, что вы не сгибаете, не перекручиваете и не сжимаете напорную линию. Внимание! Ни в коем случае полностью не опускайте автомобиль с подъемной платформы, если в пневмосистеме сброшено давление. Подсоедините диагностическое устройство и установите соединение. Заполните пневморесору воздухом через диагностическое устройство согласно спецификациям производителя автомобиля. Проверьте соединение напорной линии на предмет утечки. Должна обеспечиваться герметичность всей системы. Установите колеса надлежащим образом. С помощью подъемной платформы опустите автомобиль до первого контакта колес с землей и затем запустите двигатель. Дайте двигателю поработать не менее двух минут. А затем при работающем двигателе опустите автомобиль до измеренного ранее уровня или до серийной стандартной высоты. Активируйте функцию подъема автомобиля. Подождите, пока автомобиль самостоятельно не поднимется с подъемной платформы. Лишь затем можно полностью опустить подъемную платформу. После любых работ на подвеске необходимо проведение развала схождения.